Работает. 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 Вчера, да? Вчера. Ну, а все остальное, если есть вопросы, то мы рады будем. Ну, первый вопрос, естественно, совершенно. Находите вы под подпиской? По чьому подписке? О неразначении? Да, то я думаю, можно не выездить. Это пока еще рано. Нет, я сегодня приехал из Петербурга-Заводска, поэтому не выездили. О неразначении подписки я не давал, но моя профессия, ведь без подписки, собственно говоря, требует определенных катетических норм, оперированные данными от приводимых следствий. Разумеется. Скажите, предполагается, и было бы уже наступление девочки в суде? Девочки в суде не было и не будет, потому как на Евгении нет целесообразности в этом. Кроме того, есть рекомендация психиатров, которые проводили экспертизу в суде на хитрическом и психологическом девочке, что надо как-то вообще воздержаться от того, чтобы информации об этом деле было меньше объема, потому что травмировать нет необходимости. Правильно я понял, что в таком случае все обвинения базируются на тех фотографиях, которые... Ну, кроме того, надо сказать о том, что девочка запрашивалась, на статье предварительного следствия граждан, ничего плохого, ничего обвиняющего Юрия Дмитриева в том, что ему предъявлено, она не сказала. Кроме того, что да, действительно, папа меня фотографировал. Поэтому ее показания были отношены в суде, по причине, которую я сказал, и она в суд уже вызваться не будет. А экспертизу по оружию делал не знаю, чем я экспертизу, а что ли? Нет, делал в детстве, по-моему, для обогонок, но там любой эксперт, по-моему, там больше сказать нечего. А сейчас по заказу следствия было сделано? Не слышу. По заказу следствия было сделано, да, экспертизу? Ну, не по заказу, а по обоставлению следствия, да, естественно. Обязаны были это сделаны. У меня два вопроса. Первый, вот, о этой бане, я бы сказал, бане четырех, которая вот... Прошу прощения, что я вас перебиваю, пожалуйста, представьтесь. И стандарт музея. Спасибо большое. Который делал экспертное заключение. Я знаком с большинством крупных художников Москвы, крупными искусствоведами Киркиковки, Пушкинского, ГИТИСа, РГУ. Никто не знает такого искусствоведа, который числится в списке вот этой вот экспертизы. И там, кроме искусствоведа, там учитель математики, переводчик, какой-то политолог, которых тоже никто не знает. И я так полагаю, что вся эта экспертиза строится на выводах вот этого самозванного искусствоведа. И хотелось бы... И я посмотрел их, о них, публикации в сети. И у них, я так понимаю, они прикормленная группа при центре ГЭИ, при ГЭИ-БЭИ, которая конвертным способом отправляет людей на дары. И я знаю много... Я лет десять назад писал о подобном случае, когда даже папа не фотографировал, а просто купал девочку в бане. И это бы служило поводом для того, чтобы его закрыть в СИЗО на его родине, в Тольятти, по-моему, это был город, и обжать в СИЗО на свободе восставки. Вот такая была история. И вот по самому поводу у нас нет ни в кодексе, ни в каких, где такого четкого определения, как порнография. И до каких пор любая детская фотография, которая в любой стране не считается, никогда не считается преступлением, масса... Ну, в любом семейном альбоме можно найти детские фотографии. Вот в Европе есть даже журналы, вот, ну, масса журналов такого о поддыхе на море, ну, где вот масса таких детских фотографий, которые просто публикуют... Простите, в чем вопрос? Вопрос в том, что... Ну, я уже вопрос обозначил. У нас, если у нас нет четкого определения порнографии, как можно людей сажать в тюрьму за обыкновенные семейные детские фотографии? Вот второй вопрос. За первый по поводу вот этих. Спасибо. Ну, я скажу о том, что порнография, это определение, оно и есть. Оно есть во всех коронавирусах, говорят, фактически. В современных районных случаях есть, оно в медицинской циклопедии. Вот, и порнография, как написано там, это, собственно, половое отношение, половое отношение, как говорится, счастье, как минимум, человек, ну, в той или иной форме, которую можно задать таковое, порнографическое. Поэтому, в том, что определения нет, она не приходится. Кроме того, специалисты, кто занимается психологией, как сейчас говорят, они тоже знают это определение, не знают, что от нас, а предлагают, что они относятся. Что касается самой экспертизы, которая проведена, вот, те люди, о которых говорили, здесь, да, объединение строится все только на заключение этой экспертизы. Ну, естественно, вот те идеи фотографии, которые были представлены экспертом, в качестве таковых. Экспертиза – это вопрос особый, причем потому, что наша защита, как она сегодня строится, именно по поводу этой экспертизы, по законности ее, как проведения, так и заключения. Почему мы говорим о законности? Потому что есть определенный порядок, определенный порядок, установленный уголовно-проциальным кодексом, и руководящим разрешением предыдущего Российской Федерации, порядки проведения назначения, проведения экспертизы. И там четко заложено то, что объединяем, в данном случае Юрий Дмитриев и его защитник, это я, следователи обязаны нас ознакомить вначале с этого постановления, чтобы мы имели возможности дополнить вопросы, которые следователь сформировал. Затем мы имеем право выразить свое мнение по поводу кандидатов-экспертов, конкретно их профессиональных, скажем так, возможностей, на мой взгляд. И мы имеем право выразить свое мнение по поводу избрания того или иного экспертного бюро. Это вопрос, как и вводная стадия, он другой обсуждаемый, мы заявим, когда-то следовательно решаем, да или нет. А потом уже, потом уже проводится, и посредственная экспертиза, она уже, в результате, подставляется тем или иным экспертом. В данном случае все произошло стремительно, и все произошло совершенно по-другому. Потому как 15-го числа было избранное посещение, и мы содержали по страже. 19 декабря было вынесено послание следователям назначения экспертизы, судебно-искусствоведческой, как она называется. И в этот же день, собственно говоря, материал экспертизы, материал уже отправлен в Москву, вот это бюро экспертное. И на следующий день, 20-го числа, они приступили к производству экспертизы. А 27-го числа, только 27-го декабря, Юрий Дмитриев был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы. 29-го декабря был ознакомлен я с таким же постановлением. Ну, то есть вы сами понимаете, что законный порядок проведения этой экспертизы, он был нарушен. И это является одним из основных аргументов для того, чтобы провести вторую, повторную, называется она, вот такую же экспертизу, на то же предмет, собственно говоря, относится к фотографии, к партнографическому или не относится. Да, действительно, состав экспертов задает большие вопросы. Там не было никаких политологов, естественно. Там был математик, педагог и историк, искусствоведник. Вот этот состав. Даже, наверное, Три эксперта, четыре. Три. Даже там, наверное, человеку далекому от этих проблем, понятно, что это, если порнография и развратные действия, это область, наверное, все-таки не искусствоведник, не математика, да, даже не медиатор, а, наверное, все-таки область, ну, сексологи, там, раньше он стал сексопатологи, то, наверное, специалисты должны быть в составе этого экспертов дела. То есть, а для комиссии экспертов. Вот на этом мы и настаиваем. На этом мы и настаиваем. А как успешно? А как безуспешно? Почему? Потому что следователь отказал в одновременно наше кадастрство о том, чтобы назначить повторную экспертизу, чтобы мы могли принять неустановленным законным порядком участия. Суд, первая инстанция, будем говорить, там, судья, решил выйти из этой ситуации, достаться таким оригинальным путем, вот, впервые в моей практике. Он просто не принял нашу жалобу к рассмотрению, вот, считая, указав то, что следователь самостоятельно определяет ход расследования, самостоятельно принимает решение, ну, в общем, если он принял, значит, право. Хотя именно статья 125-го уголовного кодекса, то есть уголовно-процессуального кодекса, на котором мы ссылаемся, она говорит о том, что, да, мы имеем право права любое поставление, любое действие, бездействие следует. Ну, я, как вчера сказал, верховный судей Карелии, судья уклонился от выполнения своего должностного долга, так скажем, в связи с судьей должностной. Ну, как манировал, я вчера рассматривался в Верховном суде Карелии, зажал его на постановление судьи. Суд Верховный Карелии тоже решил, что судья был прав, исправедливо, незаконно, не принял жалобу в смотрении. Такая вот ситуация сегодня. В эту же экспертизу мы обращались в суд, на стадии проговорительного слушания уже непосредственно, когда дело по существу поступило в суд для рассмотрения, на стадии проговорительного слушания тоже мы просили прислать эту экспертизу недопустимым доказательством, там, учитывая то, что он сказал, нарушением. Но суд пока решил так, что вроде бы, как написано, он примет вопрос по нашему предательству потом, в следующей комнате. Ну, я считаю, что он просто тоже уклонился в рассмотрение этого вопроса, потому как удовлетворяет вроде бы дельце, потому что надо действительно проводить простую экспертизу, но я уверен в том, что хотя бы большое или малость совместных сексуальных будет в этой комиссии, конечно, никого заключили, а поднаградить быть не может, но вряд ли удовлетворить, отказать тоже вроде бы нельзя, потому что повышение закона о лечении предпоизводства. Вот такая ситуация у нас с экспертизом. Конечно, будем оставить в следующих судебных свиданиях еще раз вернуться к этому вопросу, вот, ну, а чем закончится, потом уже посмотрим. Следующий вопрос. Зоя Светова, в открытой расселе, скажите, пожалуйста, а если судья будет стянуть, да, я так понимаю, с этим экспертом, что он признает или не признает, не допустимым доказательством, вы можете пригласить как будто не эксперта, а специалиста сексуолога? Вы имеете на это право как страну защиты? Да, мы имеем на это право, собственно говоря, этот вопрос продумал, у нас есть кандидатуры экспертов, они будут специалистов судебных, они по нашему родительству, поэтому есть и сексолог, есть и психотерапевт, есть пустарет, поэтому мы просто ждем, когда дойдет очередь на нас. Сейчас пока обвинение предъявляет свои догадательства, то есть вызывали свидетелей, вчера вызывали свидетелей, но не все пришли, не все пришли, поэтому на 15-е слова не должен был так называть, но кто не пришел. Когда не закончат, тогда уже на столько пора для представления свидетельств и доказательств на 17-е годы. Дмитрий Шабельников, скажите, пожалуйста, насколько вам кажется, с юридической точки зрения, поддерживающая критику заменения одновременно изготовления партнографии и развратных действий, как я понимаю, развратных действий, собственно, и состояние изготовления фотографий, потому что больше, соответственно, только облина и нет. Дело в том, что здесь люди, которые, наверное, связаны с фотографиями, имеют достаточно жизненный опыт, я полагаю, поэтому все объективные действия, которые слышал и Людмитриев, которые он, я перечислял, являются преступными сегодня, они заключены в том, что он снимал свою приемную дочь, он снимал ее так, скажем, таким вот, я говорю простым языком, спереди сзади, справа слева, вот, снимал я под нее, когда взял на воспитание, приемную семью образоваться, цели какие были, они уже описаны, собственно говоря, следствия паспорта информации, но как бы ни было, когда он ее брал, она им очень тяжело досталось, потому что ему не давали девочке, и вообще не давали никого ему, чтобы он мог быть приемным отцом. Поэтому прошел медленный суд, тоже прошел гранированно сюда, в Карибе, там уже решалось о том, что да, он может быть приемным отцом. Поэтому он боялся, искренне боялся, опасался о том, что ее могут забрать, в него, в эту девочку. А из-за того, что он сам испытывался в детском доме, и когда-то его тоже взяла приемная семья, он полагал, что его долг, гражданский долг, кроме всего остального, потому что он вроде бы его выполнил, свои дети вырастил, в этой части, но он решил, что вот надо мне отдать долг прошлого, и взять и воспитать. Так что он и сделал. И потом, когда она появилась, появилась, где-то в скором времени, случился такой инсидент, что у нее жена когда была вторая, она вчера была свидетелем, кстати говоря, и она об этом тоже рассказывала. Девочка пришла в садик, в садик, что ей было три с половиной, где было четырех дней, и там у нее обнаружили воскритатели, синяки, синяки, подняли шум, подняли шум. Уж не знаю, каким образом, но получили объяснение, так будем говорить, от девочки, вот такой вот малолетней, что да, баба меня там избивает, и мы всяко разно, в общем, понимаете, все это есть. То есть уже был дан полуофициальный уход этого на дело, единственное, что не хватало, это то, что нужно было заключение врачей. Поэтому его привезли, девочку, в хирургу, там кто-то специалист, ну там попался врач, венем, он достаточно опытный, он взял ватку, взял ватку, там воду, протер, и синяков не стало. То есть эта жена, вот по своей, можно сказать, грамма, на своей простоте, она поставила как чистенький, девочек подняла, и поставила через газету. И терроригация и краска осталась на теле вот этого. Естественно, что Юрий Дмитриев запугался, еще раз упаделся, что, собственно говоря, он мог в любое время и девочку отобрать, и еще и уголовное дело может появиться. Поэтому, он говорит, я снимал ее, размещал, скажем, вдруг и капель месяц, так положим, приходят ко мне и приводят двух свидетелей, или трех, и говорят, что в июне мы едем на девочку в синяках, и она нажаловала, что вы ее избили. Данное заключение было в натиске, сами знаете, на годами, он реально мог оказаться вот там, где он, собственно говоря, сегодня, по другому доводу, как говорили. И он снимал, размещал, в папочках, никому не показывая, ничего не распечатывая, не распечатывая. Кроме того, он полагал, что, проходя курсы, изучал очень много литературы по поводу воспитания, например, на Сирии. И он считал, что это нужно для контроля физического развития, для девочек, нужно, чтобы эти фотографии у него были. Почему? Потому что девочка была в запущенном состоянии, она отставала и отстается сегодня в физическом развитии, физическом развитии. 10 января у нее было направление, у него было направление на руках, чтобы девочку поместить в стационар, именно с такими диагнозами, развитие физического задержка. Но вместо этого она оказалась там, где у Даляного района, бабушка. Вот это вот мотивы, которые он, собственно говоря, руководствовался. Когда девушка подросла, подросла, в 15-м году он где-то раз или два снимал вот так ее. А в 16-м году вообще нет ни одного снимка, потому что необходимость в этом попала. Он успокоился уже, и она выросла. Она уже сознательно могла сказать, что били ее или не били так, если говорить. Вот такая вот ситуация. Ну, я немножко мотивов его привыкатый вопрос, почему он не снимал. А взратные действия? А, да, сказать, объективные действия. Я вот, наверное, начинался, но не закончился. Объективные действия, вот те, что и взратные, они заключены в том, что вот он сделал 9 минут. Это три сферансовые съемки. Первый год, где-то, первый год, как это, у нас ей было лет, я так, наверное, не ошибаюсь, было 7, даже меньше 5 лет. Потом через 2 года еще 4 снимка. 4 снимка, 4 снимка и еще один снимок. Потом еще через год полтора еще раз сниму. Вот эти 9 снимков, они признаны. Вот все объективные действия, чтобы он его снял. Если не получать, что он будет важно, заодно это тоже. Вот эти все объективные действия, они образуют, по мнению следствия, именно и порнография, порнография, кстати, и взратные действия. То есть, никакого контакта, скажем, между Юлей Дмитриевым и девочкой, в момент изготовления фотографии, естественно, не было такого физического контакта. Потому что, когда я дезинфицировался сексологом, я не разговариваю. Какой-то контакт был или нет, тогда в чем-то он делал, в чем-то он собирает, какие-то возвраты есть. Потому что было же время, когда он ее не мыл, в ванной куда делаться, потому что потом остался без швы, женщина не было в доме, но он точно не всегда могла помогать. Потом он научил сам говорить уже девочку, чтобы она сама как-то себя обслуживала. Поэтому, ну, как раз у вас. Здравствуйте, Материал Злана. А скажите, пожалуйста, вот материал дела как-то мотивируется с обыском проведении обыск? То есть, что говорится, по какой причине следствие решило провести обыск, да, в ходе которого нашли фотографии? Вот, какие-то были, не знаю, оперативные информации или что-то, что вы показали? Ну, дело в том, что начало это дело такое, что где-то 2 декабря, где-то по 2 декабря, поступает анонимное сообщение на несколько строчек о том, что Юрий Дмитриев, известно, что он снимает, ну, фотографирует девочку в наженном виде. Вот это было поводом для всех остальных действий. Поэтому 13 февраля к нему пришли люди в форме, вот, и уже там проводили осмотр места происшествия, так как полагаемое выступление, и вот там все уже из-за мальчика, компьютера и все остальное. А, потому что без присутствия как-то мотивируется? Почему без присутствия он был дома? А зачем? Что они тогда сделали в тот день, когда его вызвали для допроса по поводу ружей? Там что-то появилось снова или как-то? А, дело в том, что его вызвали, то есть, как он говорит, удалили его из дома, и 4 часа участкового лежал накануне, там, где-то вот числа, буквально 8-го, 9-го декабря. И даму его, которая с ним жила после этого времени, Ирина, тоже удалили из дома, так скажем. И как он говорит, что пришел домой, видел, и она тоже об этом же говорит, что да, у него были посторонние, переставлено то, переставлено бедно, что дом проникли, собака, которая храняла дом, была в полубессознательном состоянии, не реагировала, у него вот так, вот, как хозяина. Поэтому он говорит о том, что дом проникли, проникли, какой целью ему неизвестно. Друзья, еще вопросов? У нас есть. Скажите, пожалуйста, да, сам Юрий Дмитриев, он считает, что кто-то знал о том, что он девочку фотографировал, то есть, ну, получается так, что люди, которые проникли, они знали, что они что-то в каком-то не найдут. Есть у него какое-то предположение, что кто-то мог знать, что он фотографировал девочку? Или просто хотели что-то найти в компьютере, чтобы как-то это делать? Просто интересно, заранее именно вот это планировалось, именно это обвинение подъявить? Ну, наверное, о том, что кто-то знал, говорить можно, потому что хотя он никого не показывал, даже вот дочь не видела, как жена его, утверждает, я была жила с ним, тоже якобы она этого не видела ничего. Тогда, как вчера, я пыталась там, что-то в компьютере найти, что-то чего есть, такого интересного, но не смогла, там, не знаю, пороли и прочие дела. Ну, говорили о том, что вообще никто не видел, не знаю почему, потому что у него приходил человек, который обслуживал компьютер, потому что он сам не специалист, но не специалист. Ну, вы знаете, если программа меняется, программы регулярно меняются, поэтому кто-то там куда-то перекачивает, кто-то как-то чего-то, поэтому, наверное, что-то могло быть в этом плане. Я почему-то говорю, потому что сейчас тут появился один доброволец, доброволец давно уже пытается со мной сойтись, о том, что там я, ну, вот он как раз ремонтировал, что он там, мне, конечно, с ним контакт не сутает, потому что мне контакты не нужны совершенно, но он пытается там что-то, я ремонтировал, он много чего знает и так далее. Поэтому, наверное, совершенно 100% говорит, что там никто не мог видеть, нельзя. Потому что вот этот человек, именно в этом программе, он проникал же к компьютеру, доверял ему, на такое оставлял один на один, ходил часами, обновлял программы и так и так и так далее. Вполне возможно, что вот эти информационные обладатели о том, кто знает. То есть этот человек мог быть с каким-то агентом, что-то? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Я говорю о том, что было, что мне известно, Андрей Висеевич. Давать оценку, предположение, это внимание в профессии. А он связался с вами с предложением республикационной лицей, или с предложением помощи? Вот он не говорил, с каким целью он хочет связаться. Когда он не скажет, с каким целью он хочет, то, может быть, мы с ним встретимся. Может, он как-то означал смысл? А? Я, конечно, не разговаривался, но разговаривала, что у нас Катерина, дочь, то, что он ее преследует, что свидетель меня с адвокатом и так далее. Но мы на такие свидетели, мне, конечно, очень пока не нужно. А может, ты его на пару судей замучил, он тут что-то расскажет? Не знаю, по совести. Если бы совесть его замучил, было, наверное, запомнил это действие. Мы его напрашивали на стадии предварительного следствия, стадии говоря. Если бы там его мучил совесть, он может там изложить то, что его мучает. Друзья, есть ли вопросы? Дело в том, что как-то пытаюсь быть все-таки осторожным, причем потому что дело такое, ну, сказать, нерядовое, что это так выразился. Хотя, может быть, как вот уже было сказано здесь у меня, к сожалению, дело не единственное, если бы это был участник, под единичным делом, наверное, это можно было попросить Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, давай пострадай за чистоту правосудия, так скажем, один. Больше такого не будет. Наверное, он бы согласился, конечно. Поэтому дело действительно, оно не единичное, это не о том речи, что он заглянулся, скажем, не тем делом, даже, может быть, просто чисто уголовное дело. Скажем, если там есть какие-то интересы прослеживаются того или иного судового ведомства, то сударь достаточно сложно провести вот суть. с четким соответствием с нашими законодательствами. Так, по-моему, смех. Это очень сложно, потому что есть на несколько интересов, что там уже другие методики заключаются. И этот суд, ну, каким-то образом, становится в правовом смысле таким бессильным, что ли, тоже бессильным. Поэтому, ну, я скажу еще одно то, что практически, вот это реальное обвинение Юлия Дмитрова, если они, этот план реализуется в полном объеме, и если приговор будет обвинительным, и если он получит срок наказания, естественно, лишения свободы по этим статьям, то я этот приговор, собственно, рассматриваю не как приговор к лишению свободы, а как приговор, по сути, ну, может быть, какой-то таким, ну, со своим делом, что ли, итогом. Потому что, во-первых, возраст его, во-вторых, статьи такие приговоры, что в колонии разных людей с психикой, скажем, неордновешенной, может быть, или как-то вот что-то, или кто-то где-то как-то, может, пострадал действительно, ну, от кого-то там, сестра там, неважно там, где-то, все может быть. Поэтому это очень опасная статья в нынешнее время. Тем более, что наша система пока исполнительная, она не может дать стопроцентную гарантию, хотя стопроцентно вообще не бывает, но такие гарантии от того, что этот человек, скажем, пришел туда же, если здоровье позволяет, он выйдет от этого же, с этими статьями имеется. Поэтому этот, может быть, приговор, вот такой, надо тоже это иметь в виду, наверное, под тем, кто, собственно говоря, это дело продвигает, продвигает это не тем, кто будет решать вот это дело в священном случае, это тоже, мне кажется, надо учебать. Об этом нужно поговорить в суде и сестра.